Всем привет! Добро пожаловать на курс Японский язык с Валерией. И сегодня мы с вами разберем одну из самых интересных тем, это вопросительные слова. Почему вопросительные слова так важны? Сейчас я вам попробую это рассказать. В японском языке есть масса вопросительных слов, однако есть несколько сложных вопросов, которые будут изменяться в зависимости от ситуации. И сегодня мы с вами возьмем самые основные вопросительные слова. Итак, первое. ДОКО или ДОЧИ. Где? ДО или ДОННА. Как? ДОЩТЕ или НАНДЕ или НАЗЕ. Почему? ДОЧИРА, который выбор из двух. ДОРЕ, который. ИЦУ, когда. ИКУРА, сколько стоит. ИКЦУ, сколько штук. ДОКО. Надеюсь, вы знакомы с некоторыми из этих вопросительных слов, и мы их сегодня с вами разберем. Напоминаю, что есть несколько нюансов, как их использовать, и сегодня я вам это тоже объясню. Начнем с самого простого, самого первого. В чем же разница между НАН и НАНИ? Самый основной вопрос, который всегда меня задают. В чем же у них разница? Итак, НАН – это используется тогда, если последующее слово начинается на ряд. ТА, ДА или НА. То есть, например, из ряда ТА мы помним ТА, ЧИ, ЦУ, ТЕ, ТО. Да, из ряда ДА. ДА, ЧИ, ЦУ, ТЕ, ТО. Из ряда НА. НАНИ, НУ, НЕ, НО. Вот если эти буквы стоят после слова НАН, то тогда мы ставим НАН. Например, НАН ДЕСКА. НАНИ используется абсолютно со всеми остальными словами, с какой бы буквы они ни начинались. Например, как здесь, да? НАНИ О, ШИМАСКА. Что ты будешь делать? Итак, первое упражненное слово НАН или НАНИ. Использование. Первое. НАНДЖИ. Сколько время? НАНСАЙ. Сколько лет? НАНДЕ. Почему? Или НАНДЕ. С помощью чего? Например, вы, наверное, знакомы с таким частицей Д, как у меня было, да, в частицах, что частица Д говорит о том, что мы выполняем какое-то действие с помощью чего-то. Например, да, я с помощью сейчас русского языка, например, да, объясняю вам японский язык, к примеру, да, и тогда мы ставим с вами ДЕ. НАНДЕ может также употребляться в значении с помощью чего-то, выполняя что-то. То есть все будет от контекста. Ребят, не путаем. Мы можем говорить о контексте, то есть если у нас есть какое-то предложение, в котором мы говорим, что с помощью чего-то, с помощью этого предмета, или с помощью какого-то предмета мы что-то выполняем, тогда это будут значения с помощью чего-то. Если у нас будет предложение составлено так, что нам надо задать вопрос «почему?», то это будет как раз-таки вот верхний вариант НАНДЕ. Почему? Тут просто нужно от контекста ориентироваться, да, где какой контекст, и от этого уже будет более-менее понятно. На самом деле, это вопросительное слово, да, НАН или НАНИ используется практически везде и всегда, то есть это, наверное, один из самых распространенных вопросительных слов. Следующее. НАННО. Чего? Принадлежность. Допустим, НАННО. НАННО КАЩА ДЭСКО, да, что это за компания, да, НАННО КАЩА ДЭСКО? Чего это КАЩА? О чём это КАЩА? КАЩА это компания, вот, да, это используется в этом случае. Следующее. НАННО КАЩА ДЭСКО. Какой месяц? Например, какой сейчас месяц? НАННО КАЩА ДЭСКО, да, какой сейчас месяц? Дальше. НАННО КАЩА ДЭСКО. Какая неделя? Или какой день недели, да, какая неделя, какой день недели? То есть, КЁ ВА НАННО КАЩА ДЭСКО. Сегодня какой день недели? Сегодня, например, там, не знаю, среда, пятница, без разницы. Следующее. НАННО КАЩА ДЭСКО. Какой год? Допустим, сегодня какой год, да, допустим, КОТОЩИ НАННО КАЩА ДЭСКО, да, и мы говорим 24-й год, к примеру. Дальше. НАННИЧИ. Какой день? Да, какой сегодня день? Какое сегодня число еще можно, да, спросить? КЁ ВА НАНННО КАЩА ДЭСКО? Ну, например, там, 20-й, 15-й, там, 23-й число, без разницы. Дальше. НАННБАН. Какой номер? НАННБАН какой номер? Это, допустим, номер машины, например, да, номер улицы, да, номер порядковый номер, может быть, и так далее. То есть любой какой-то номер. А вот следующее вопросительное слово НАНГО, обозначающее тоже какой номер, однако в скобочках квартиры, да, НАНГО, или ГОЩИЦУ еще иногда говорят, да, НАНГО, тоже какой номер. Чаще всего это используют вот этот второй канжи, да, ГО, в значении этих самых тайфунов, да, у нас все тайфуны идут не по названиям, как таковым, да, а по их номерам. И вот этот ГО, да, используется в названии вот этого номера тайфуна, который пришел. Следующее. ДАРЕ. Использование. ДАРЕ, означающее кто, соответственно, это будет к одушевленным лицам, например, это будет ДАРЕДЕСКА. Кто это? Следующее. ДАРЕТО. С кем? Помним, что частица ТО, означающая С или И, да, перечисление существительных. И в данном случае с этим вопросительным словом будут обозначать С КЕМ. Например, ДАРЕТО ИКИМАСКА. С КЕМ ты пойдешь? Следующее. ДАРЕНИ. КОМУ? ДАРЕНИ. АГЕМАСКА. КОМУ ты подаришь? Ну, например, не знаю, подарок ты купил, да, и какой-то этот подарок у вас спрашивают, а кому ты это подаришь, да, ну так интересно, кому же. И вот ДАРЕНИ, это как раз-таки КОМУ. Дальше. ДАРЕНО. Чьё? Помним, да, что частица НО это принадлежно. Её мы можем также использовать любыми, практически, практически, да, любыми вопросительными словами. В основном это чаще всего случается с ДАРЕНО. Чьё? Да. БАКУА. ДАРЕНО ДЭСКА. Чья сумка? Ну, например, стоит какая-то сумка, и мы спрашиваем, чья она сумка это? Окей. Следующее. ДОКО. Вопросительное слово ДОКО означающее ГДЕ, да. Например, ДОКО ДЭСКА, ГДЕ, да. И у нас первый ещё вариант, да, ДОКО ДЭ, ГДЕ, да, вместо активного действия. Например, ДОКО ДЭ КАИМАСКА, где ты купили, ну, точнее, где купите, да, у меня здесь небольшая ошибка, где купите, потому что ИМАСКА, КАИМАСКА, точнее, это будущее, либо настоящее время. Поэтому здесь будет ДОКО ДЭ КАИМАСКА, где купите, да, где вы выполните это действие. Следующее. ДОКО НИ, куда, да, ни частицы направления движения, вопрос получается, где и направление движения, куда, получается. ДОКО НИ ИКИМАСКА, куда пойдёте. Следующее. ДОКО НО, Чьё, например, чьего производства. Я долго думала, какой пример поставить, но поскольку у нас есть ограничения по возрасту, да, в данном, в данных всех видео, поэтому мне пришлось придумать машину, кстати говоря. В данном случае я даже не помню, чья это, скажем так, чьего производства данная марка машины. Я знаю, что это Порш, но я, или кто это, не помню. В общем, кто знает, пишите в комментариях, буду рада, если мне подскажете, потому что из головы просто вылетело. Итак, КОНО КУРУМА ВА ДОКО НО ДЕСКА – это машина, это машина чьё, да, чьего производства, чья ещё, можно сказать, да, это машина чья, да, в качестве производства, да, то есть какой, скажем так, не маркетаж, наверное, а какой страны производства. Вот, скорее всего, здесь будут значения производства, да, именно в значении страны, да, чьё производство данная машина, допустим, там, Германия, к примеру, да, или там, Италия, да, тоже такое может быть. Следующее. ДО или ДОННО – использование. Так как это абсолютно два одинаковых вопросительных слова, у них разница только одна. ДОННО будет использоваться только тогда, если после него идёт существительность. Сейчас расскажу. ДО – это КАК, да, мы всегда на ДО должны ответить каким-то прилагательным. И, например, ДОДЫСКА – как вам, да, например, вы смотрите на улицу и спрашивают вас ДОДЫСКА, да, вы говорите там АЗАТАКАЙДЕС, например, да, ТЕПЛО, да, ОЧЕНЬ ТЕПЛО, к примеру, КЛАССНО. Вот, это будет ДО. А вот ДОННО – это, как я уже сказала, идёт после существительного, точнее, если после идёт существительное. Например, ДОННО ХИТО ДЫСКА, да, ДОННО ХИТО – это КАКОЙ ЧЕЛОВЕК, да, ЧТО это за ЧЕЛОВЕК, КАКОЙ ЭТО ЧЕЛОВЕК. И как раз-таки ДОННО ХИТО как раз-таки будет говориться о том, что какой-то человек, какую-то характеристику этому человеку можешь дать, да, то есть опиши в значении этого человека, допустим, он прикольный, он интересный, или он, наоборот, шумный, или он, наоборот, там, весёлый, да, то есть опиши, то есть какое-то прилагательное дай этому человеку. Это будет как раз-таки ДОННО ХИТО. Следующее. ДОСТЬТЕ. Вопросительное слово ДОСТЬТЕ, означающее ПОЧЕМУ. Ещё есть несколько слов, означающих тоже ПОЧЕМУ. Например, НАЗЕ, почему-то более неформально. Например, я с друзьями встречаюсь, да, и мы либо с семьёй, да, вот куда-то идём, и я такая говорю, НАЗЕ ДЫСКА, да, ПОЧЕМУ, допустим, не знаю, там, это стоит так дорого, например, НАЗЕ ДЫСКА, да, ПОЧЕМУ. То есть это абсолютно нормально спросить. НАНДЭ – это разговорная форма. То есть по факту, да, разница есть в японском языке, как вы пишете, да, на письме, и как вы говорите, да, то есть очень большая разница в использовании слов, да, и НАНДЭ – это разговорная форма, да. Если вы пишете это письмом, то это будет немножко грубовато звучать НАНДЭ, то есть по типу, а чё это, почему это, ну, мне это не надо, например, да, или почему так вы общаетесь, то есть как бы, знаете, показывая своё недовольство какое-то, да, то есть по сути скажут, а почему ты так общаешься, да, почему такую вот НАНДЭ используешь, да. Японцы к этому, кстати говоря, действительно относятся очень так, ну, не то чтобы внимательно, да, но им не нравится, когда с ними общаешься в разговорной форме или неформально. То есть если, конечно, вы друзья или там вы семья, конечно, НАНДЭ можно использовать даже в письме, то есть как бы окей, не проблема, но если вы общаетесь, например, с незнакомым человеком или, допустим, с каким-то стафом, например, да, чтобы узнать, например, есть этот товар или нет, допустим, да, или со школой общаетесь, ещё что-то, то НАНДЭ использовать лучше не нужно, да, лучше это не использовать. НАНДЭ – это довольно-таки разговорная форма. То есть если вы придёте в школу свою и спросите НАНДЭ-ДЭСКО, да, НАНДЭ-ДЭСКО, то без проблем может прокатить нормально. Но если вы напишите им письмо такое, особенно если, как любят ещё в школах говорить спичи, да, приготовьте спичи, это когда вы перед классом, да, или перед публикой что-то говорите, рассказываете, то, конечно, НАНДЭ лучше не использовать, потому что это будет более такой, ну, как сказать, более бизнес, что ли, разговор, да, более такой правильный разговор, да, и НАНДЭ, наверное, будет здесь не совсем уместно. Лучше всего использовать ДОЩТЭ. ДОЩТЭ – это вообще в любом месте, в любое время использовать ОК, нормально, то есть с кем бы вы ни общались, с семьёй, там, с друзьями, с преподавателями, к примеру, в какой-то речи всё нормально, без проблем можно это использовать. И вот у нас пример, да. ДОЩТЭ БАСУДЭ КАЕРИМАСКА. Помните, да, что КАЕРИМАС – это возвращаться только к себе домой, да, и почему вы поехали на автобусе, да, почему вы возвращаетесь с помощью автобуса. ДОЩТЭ БАСУДЭ КАЕРИМАСКА. Почему вы так делаете? Это вариант использования этого простительного слова. Следующая – ДОЩЕРА. Используется. На самом деле ДОЩЕРА – это КОТОРЫЙ в значении двух каких-то предметов, объектов, субъектов, вообще без разницы, да. И у нас в примере, да, написано ДОЩЦУТО АМЕРИКАТО ДОЩИРАГА СКИДЭСКА. Что тебе нравится, Америка или Германия, да, какая страна тебе это больше нравится, да. Это ДОЩЕРА. Мы выбрали два, две страны, да, два каких-то объекта. И мы спрашиваем из этих двух объектов, что тебе нравится, да, какая страна нравится, какой-то предмет нравится, какой-то человек нравится, к примеру, да, без разницы. Главное, что это два. Если идёт три и больше, то это будут сразу ДОРЫ. КОТОРЫ, КАКОЙ, да, вот следующее вот это вот ДОРЫ, это как раз-таки будут использовать значение КОТОРЫЙ. То есть здесь можно и три, и четыре предмета, и вообще миллион предметов, главное, чтобы был смысл, да, что какой. Например, ДОРЫ ЭРАБИМАСКА. Какой выберешь? Ну, например, вы стоите на, к примеру, перед полкой, полная фруктов разных различных, да, я вас спрашиваю, ДОРЫ ЭРАБИМАСКА, какой вы фрукт выберете из всех, которые здесь присутствуют? Я такие, ЗЭМБУ, всё выберю, да. То есть ДОРЫ – это как раз-таки КОТОРЫЙ какой-то выберешь. Следующее. ИЦУ. Использование. ИЦУ – это когда, наверное, один из самых простых таких вопросительных слов, потому что у него нет другого значения. ИЦУ – это всегда когда. Например, ТАНДЖОБИВА ИЦУДЕСКА. Когда день рождения или когда у вас день рождения, да. Когда. Любое предложение с ИЦУ будет переводиться только когда. Следующее. ИКУРА. Использование. Как вопросительное слово ИКУРА будет переводиться в значение «Сколько стоит». Однако у этого слова есть ещё одно значение в значении ИКУРА ДЕМО, да, «Сколько бы там ни было», да, «Как бы я ни старался», «Сколько бы я ни старался» и так далее. Это как раз-таки будет использование второго значения этого слова. Однако это уже будет не вопросительное слово, это будет к существительным выходить. Поэтому не путаем ИКУРА. Это только вопросительное сейчас слово в значении «Сколько стоит». Например, КОНОБА КУВА. ИКУРА ДЕСКА. Сколько стоит эта сумка? Дальше. У нас сегодня это последнее вопросительное слово ИКЦУРА, да, «использование». На самом деле в японском языке есть много счётных суффиксов. Счётный суффикс – это вообще отдельная тема, мы её сейчас затрагивать не будем, потому что её нужно разбирать от начала до конца, то есть от А до Я. Поэтому именно вопросы касательно вот этих счётных суффиксов, да, и вопросы счётных суффиксов мы будем разбирать в другом видео. Но сегодня мы с вами возьмём только один счётный суффикс, чтобы показать вам в целом, как он используется. ИКЦУ – это «Сколько штук?». ИКЦУ, например, штук на самом деле в японском языке сейчас в жизни уже можно использовать практически ко всему, только к неодушевлённым нельзя. ИКЦУ можно использовать как к листам бумаги, да, хотя там есть определённый счётный суффикс, да, к бутылкам и так далее. К мелким предметам тоже можно использовать. Даже иногда к стульям можно использовать, можно к машинам использовать и так далее. Это уже стало абсолютно нормально, японцы сами это говорят, да. Опять же, не повсеместно, да, но некоторые уже говорят даже так. Поэтому ИКЦУ на самом деле сейчас-то сколько штук? Не было в значении, скажем так, именно штук, например, яблок, да, то есть средний каких-то предметов, которые не подходят под описание других счётных суффиксов. Поэтому сейчас мы с вами запомним, что, к примеру, ринго, яблоко, можно использовать с этим счётным суффиксом. Например, рингова, ИКЦУ, аримаска. Сколько штук яблок есть, да, например, в наличии. И опять же повторю, что все счётные суффиксы мы будем с вами использовать и учить в других видео. Если вам понравилось видео, есть вопросы, пишите, конечно, комментарии там, задавайте вопросы, я безумно рада буду с вами пообщаться. А с вами я на сегодня прощаюсь, до новых встреч. С вами была японский язык с Валерией. И опять же, да, я очень буду рада, если вы мне поставите лайк, допустим, да, подпишитесь и обязательно колокольчик, а то вдруг вы пропустите счётный суффикс, и что ж вы делать будете. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok